Мир ежедневно переживает все новые и новые катаклизмы. Таяние арктического льда, наводнения, тайфуны, экстремальная жара, засуха, лесные пожары, нашествия саранчи, землетрясения и участившиеся извержения вулканов. Кажется, наша планета в серьезной беде. Экологические организации и общество по защите природы продолжают попытки привлечь внимание общественности к природным катастрофам и их причинам. Но, как ни странно, большинство людей заботят совсем другие вещи. Что Ким Кардашьян развелась с Кенни Уэстом и как они поделили свое имущество. А ее сестра Кайли Дженнер ждет очередного ребенка. В то время как сам Уэст продолжает судиться с Тейлор Свифт из-за своей скандальной песни. В интернете около миллиона статей, посвященных недавним новостям о семье Кардашьян. И меньше 30 тысяч статей о пожарах и стихийных бедствиях. Что вообще происходит с миром? Когда мы успели так деградировать? С каких пор проблемы знаменитостей стали для нас важнее, чем собственная жизнь и будущее наших детей? Я не призываю вас сию минуту бежать и что-то делать. Я прошу вас обратить внимание и задуматься, куда вы расходуете свое время и энергию. Оторваться от телефонов и экранов телевизоров и посмотреть вокруг себя. Что мы делаем с миром? Кажется, в 21 веке люди стали менее всего приспособлены к жизни. Если завтра из-за очередного наводнения у нас пропадет не только интернет, но и электричество, газ, вода в кранах. Что мы будем делать в своих каменных коробках с ненужным куском из стекла и пластика в руках? Когда мы больше не сможем никому позвонить или заказать еду в доставке? Когда не будет возможности выйти на улицу? Как мы будем добывать себе продукты? Или, может быть, разрядившийся телефон поможет нам развести огонь? С каждым годом в мире становится все больше социопатов, которые закрываются в своих домах и полностью уходят в виртуальный мир. Еще пять лет назад понятие хикикамори было для нас причудливым и непонятным. Но на фоне разразившейся пандемии каждый третий стал практически хикикамори. Мы никому не доверяем, все меньше общаемся вживую с людьми. А ведь только взаимовыручка и коллективная работа могут спасти нас от того, чтобы завтра не наступил конец света. Людям следует сплотиться, быть добрее, внимательнее друг к другу, чаще протягивать близким руку помощи. Ведь это гораздо важнее, чем семья Кардашьян, которые имеют нулевую значимость в судьбе планеты. Субтитры сделал DimaTorzok Нам лучше задуматься, почему происходят засухи и повышается температура воды в морях. Поддержать людей, которые потеряли дома из-за наводнений и пожаров. Чаще ходить пешком и гулять с семьей на свежем воздухе. Сжигать меньше ископаемого топлива и прекратить выбрасывать в атмосферу так много углекислого газа, который разрушает озоновый слой. Если мы не научимся быть более ответственными и просто проигнорируем проблемы планеты, то станем свидетелями шестого массового вымирания. Потому задумайтесь. Ведь просто переждать климатическую катастрофу не удастся никому.